Здравствуйте, уважаемые зрители, возможно даже подписчики моего канала. Дабы внести ясность в набор моих хаотичных видео, я решил записать видео о покупке станка NGF. Я думаю, каждый человек после осознанной покупки токарного станка в свою мастерскую, рано или поздно задумывается как раз таки еще и о фрезерном станке. И вот тогда покупка фрезерного станка это лишь вопрос времени. В данном случае станок подвернулся на авито. Я намеренно наблюдал за, думаю, уже всеми известным человеком, который собирает всевозможные школьные станки, доукомплектовывает их и продает. И вот однажды, увидев новое объявление о том, что есть NGF, Ш4, с минимальным износом, естественно, за не совсем адекватные деньги, но и, в принципе, учитывая комплектацию, терпимо. И вот тогда, поразмыслив пару дней, понаблюдав за объявлением, что, в принципе, его никто не покупает, я решил собраться и съездить посмотреть его. Ну, естественно, если он мне понравится, забрать. Как я уже сказал, большим плюсом в данном случае был минимальный износ и хорошая комплектация. Под словом хорошая комплектация, я понимаю, не доукомплектованность всяческими дополнительными приспособлениями, а укомплектованность хотя бы минимальным набором штатных приспособлений и инструментов, поиск которых отнимает очень много времени и средств, либо изготовление всех этих оправок занимает ещё больше времени, даже при наличии токарного станка. Итак, что было в комплекте? Это стандартная оправка с набором шайб. В данном случае блестящий вот этот уже переходник мой. Переходник под другие диаметры фрес отрезных. Два шомпола. И вот такой цанговый патрон. Кстати, патрон этот, судя по всему, чисто советский. Стандартные цанги типа ER. Вот у меня уже есть для примера ER-25. В него не подходит. Он сделан чисто по-советски, кондово. Никаких механизмов для извлечения цанг здесь нет. Здесь есть паз, в который нужно вставлять какой-то предмет и выбивать цангу с посадочного места. И довольно большой плюс комплектации был в наличии штатных тисков. НГФ. Тиски и по состоянию, и со слов продавца НГФовские, но не от этого станка. То есть износ у них явно чуть больше. Также к ощутимым плюсам можно отнести наличие родной серьги с расточенной родной втулкой и неродной гайкой. Гайка это уже мелочь. Общий вид станка я сейчас продемонстрирую. Стоит он на тумбе, который я изготавливал в одном из предыдущих видео. Можете посмотреть. Так как вес станка по паспорту практически доходит до 300 кг, с тумбой пришлось озадачиться довольно серьёзно. То, что вы сейчас видите, это практически то же самое, что было куплено. Кроме вот этой вот системы шторки, которую я увидел в интернете. Я подозреваю, что у неё есть конкретный автор на чипмейкере, но я, к сожалению, там даже не зарегистрирован. То есть просто искал в интернете, смотрел. Система уже практически работает. Осталось только доделать правую часть, обрезать лишнее и сделать чехол сверху. Раз уж мне достался станок в хорошем состоянии, хочется это состояние как минимум сохранить. Из того, что здесь было сделано, восстановлена сразу же лампа освещения. Сейчас на ней идет такой вот чехол для лучшего рассеивания света. Здесь ещё есть над чем поработать в крепеже. Здесь пазы с завода пропилены очень большие. А так саму лампу я восстановил. Очистил её от краски. Как стойку, так и крепёж. В школах и прочих учебных заведениях очень любили красить всё в один цвет. В буквальном смысле всё. Также было убрано некоторое творчество продавца в виде вот таких вот ручек, пруточков. Но пока только на одном маховике. На поперечке. Продольная здесь сделана примерно как надо, но она болтается, короткая. Я думаю, что эти ручки тоже будут переделаны. Самый большой косяк здесь был с двигателем. Двигатель неродной. В принципе, продавцом это было обозначено. Но сюрприз меня ждал при включении дома, когда я понял, что шкив очень сильно бьёт. И для устранения вот этого биения как бы было мало просто снять шкив. Оказалось, что этот шкив ещё и приварен. В таком кривом состоянии. Но путём обычных манипуляций, болгаркой, сверлом, напильниками, шкив был удалён. Найдена подходящая болванка, то есть убитый шкивочек маленький. Выточен новый шкив, который хотя бы не имеет таких гигантских биений. Вот такие творческие крышки можно увидеть сзади. Естественно, хитрости продавцов в данном случае переваливают. И они просто не выкладывают, допустим, вид сзади на фотографиях в объявлении. Вот вам небольшой намёк, когда вы смотрите фотографии станка и не видите определённого ракурса. Вот так выглядит станок под крышками. В принципе, всё удалось восстановить. Единственное, что двигатель, ввиду своих размеров, не входит в штатные размеры плиты, не вписывается. И закреплён лишь на двух болтах. Шкив выточен, как я уже говорил ранее, новый. Использован тот же ремень. И вот тут возникает вопрос. Верхний шкив явно штатный. А вот какого диаметра нужен на самом деле нижний шкив? Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, подскажите. Насколько помню, быстрый поиск, чётких ответов мне на этот вопрос не дал. Раз уж зашла речь о неких косяках, то можно посмотреть вот на это. Я думаю, обладатели НГФ сразу же поняли, в чём тут дело. На станке отсутствует продольный клин хобота. Я бы не сказал, что это критично. Там стоит пластина и аккуратно насверлены вот такие отверстия под болты фиксирующие. Попытался подобрать ракурс так, чтобы были видны блики. Блики от подтёков масла. И как бы сразу же хочется задать вопрос. А что же такого делал этот станок, что он весь в подтёках масла? Ну, ответ на данный вопрос очень прост. Он стоял. То есть, этот станок, в отличие от ТВ-шки, истекает маслом просто стоя на месте. Для него даже не нужно какое-то там расплёскивание масла и так далее и тому подобное. Ну, конечно, оно было при последней работе. После чего я всё протёр. И вот буквально через неделю масло появляется вновь. Причём, с обоих сторон. Естественно, это всё решается герметиками, прокладками, сальниками. Но штатно вот оно вот так. Также успешно масло просачивается из-под сальников шкивов и всех валов, которые выходят в задней части станка. Соответственно, здесь тоже везде нужны сальники. Также на станке отсутствовало правая крышка стандартная. Но сделано довольно-таки неплохо. Только без вентиляции. А вот такие вещи меня очень даже удивили. Перед вами штатная шабровка прилегающих плоскостей. По крайней мере нижней части. Разбирать я пока дальше не пробовал. То есть, вот именно в таком виде достался мне станок. Вообще, ранее, когда говорили о шабрении на станке НГФ, я думал, что это просто так принято. Называть штатную фрезеровку шабровкой. Но не тут-то было. Оказывается, шабровка и правда есть. Другое дело, насколько качественно она выполнена. Вот здесь можно уже наблюдать некоторые задиры и стачивание вот этой же шабровки неравномерно. Шабрили вот в данном конкретном случае в разброс и, мне кажется, чисто создавая визуальный эффект, чтобы можно было наблюдать, где уже пошел износ. А вот вам, для примера, другая плоскость. Здесь полос задиров еще больше. И если приглядеться, можно как раз-таки наблюдать в правой части шабровку и следы фрезеровки, а с левой задиры. Это и означает неполное прилегание поверхностей. То есть поверхности хоть и шабрины, но не пришабрины друг к другу. Еще можно наблюдать очень интересную сверхвысокоточную в кавычках работу лимба. Вот так вот ходит вал. Но это все, я думаю, устранимо. Этим нужно просто заниматься. Сам хобот здесь в неплохом состоянии. Также со следами шабрения, с малым износом. Все он отлично ходит по направляющим. Нет только винта его фиксации. Кстати говоря, остальные винты есть. Вот так выглядит один из них. Это винт фиксации продольной подачи. А вот так вот выглядит винт фиксации поперечки. И он, надо сказать, гораздо удобнее. Вот винт фиксации вертикали все такой же маленький и неудобный. Естественно, при всем этом внешнем состоянии винт вертикальной подачи в отличнейшем состоянии. Также на станке присутствуют все штатные боковые крышки и даже присутствуют внутренности. На удивление. Но они были успешно отключены еще до меня. то есть здесь даже внутренний трансформатор на 36 вольт для обеспечения питания освещения. Но все в данный момент отключено. А я его подключил напрямую через частотник и пока пользуюсь так. Станок как можно увидеть 1980 года выпуска. опять же не факт что этот хобот именно от данного конкретного станка. Почему-то так происходит что при работе в учебных заведениях первое что происходит со станком по крайней мере на моей практике сколько я их наблюдаю это поломка вот этих ручек. Я конечно понимаю что они довольно хлипкие хрупкие все же сломать их нужно умудриться. На этом станке ручки целы что еще раз говорит о том что станок использовали крайне мало. Как я уже говорил ранее со станком достались NGF-овские тиски обычные станочные но при этом поворотные и это прямо очень незаменимая вещь особенно когда не имеешь никакого опыта работы на фрезерном станке. Прижимов как таковых в комплекте не было да я думаю что их и не было в принципе на NGF-ах поэтому довольно таки сразу пришлось позадачиться со всякими со всякого рода прижимами болтами точнее сами прижимы у меня еще в процессе а вот пробы изготовления винтов для этих прижимов я уже произвел эти винты изготовлены из старых наконечников подвески почему все так сложно потому что в теории там должна быть хорошая сталь в принципе при изготовлении я это заметил по крайней мере не сталь 3 точно что за цанги используются в штатном а может быть и не штатном но советском цанговом патроне я так и не разобрался на директ лоте вроде бы появлялось объявление но я ничего не успел там посмотреть и приобрести там выкладывали цанги на патрон очень схожий то есть что за цанги здесь должны использоваться если кто-то знает если кто-то уже пользуется подскажите пожалуйста и стоит ли его вообще использовать или проще сразу заказать современный патрон у китайцев с цангами типа ER имея токарный станок ТВ в принципе рано или поздно приходится озадачиться патроном в заднюю бабку но имея станок НГФ вы не сможете использовать патрон из задней бабки ТВ что вроде как странно с другой стороны логика понятна что здесь в шпиндере конус морза 3 а в задней бабке конус морза 2 так вот чтобы использовать в итоге небольшие фрезы типа вот таких не имея цангового патрона придется довольно-таки серьезно озадачиться этот патрон сюда не вставить то есть даже простейшую операцию на нем не выполнить хотя конечно это сверлильный патрон и он изначально не предназначен вот с такой-то вот точностью для фрезерования для боковых нагрузок кроме того на конце как правило в задней бабке ставится лапка здесь же нужна резьба под шомпол под вот такой вот шомпол это связано с тем что при боковых нагрузках конус морза может соскакивать и вылетать а вылетит он в сторону обрабатываемой детали и тут уже остается только гадать что произойдет далее в данном случае мне достался вот такой цанговый патрон с единственной цангой диаметром 8 я конечно уже немного хитрил точил вот сюда под внешним диаметром 8 миллиметров и внутренним диаметром необходимым мне такие развязные втулки что в принципе худо-бедно позволяет зажать сюда иные цанги но с очень четким ограничением диаметра также уже успел сделать из листовой стали такой вот ключик чтобы можно было зажимать этот патрон хотя бы вот то что имеем в него зажимать помимо ключика еще и вот такую втулку съемник пришлось изготовить все работает очень просто выкручивается гайка вставляется втулка съемник подтягивается гайка патрон патрон очень мягко выходит с большими концевыми фрезами проблем чуть меньше но в данном случае это конус морза 2 потому что я покупал конкретно под заднюю бабку и даже заглушил здесь резьбу а в принципе они в большинстве своем идут штатно с конусом морза и как правило размера в районе 20 мм 20-25 мм они идут уже с конусом морза 3 без вот этого пятачка здесь же км2 в принципе для решения проблемы с конусом морза несоответствующим можно применять вот такой переходник но опять же здесь лапка то есть такой да не совсем такой лапка и место для выталкивания но здесь добавятся дополнительные проблемы в виде во-первых фиксации самого переходника в шпинделе фрезы в переходнике и плюсом ко всему какая у этого всего будет точность тут уже останется загадкой штатная оправка имеют конус морза 3 вставляется фиксируется сзади шомполом шайба а чтобы ее корректно вынуть после зажатия опять же приходится использовать вот примерно такой переходник шайба в виде в виде обычной водопроводной трубы только отторцованной на станке с обеих сторон фиксируем какой-либо подходящей шайбы в данном случае вот такой все это одевается поверху а шайба закручивается под гайку соответственно когда шайба оказывается здесь подтягиваем гайку и вся эта конструкция выходит обратно главное не забыть предварительно открутить шомпол совсем недавно и совершенно случайно в автомагазине мною были обнаружены вот такие болты с уже имеющейся квадратной головкой в каком именно месте в автомобиле скорее всего лада они стоят подавец мне сказать затруднился но факт остается фактом болты стоят в районе 40-50 рублей и если вот этот Т-паз стандартный не забитый не разбитый а изготавливали они его как-то ну уж очень не точно то эти болты в принципе должны вставляться сюда штатно этот как видно уже чуть-чуть подклинивает этот вставляется но вставляются и так же блестят они как раз таки из-за того что я их уже немного проточил хотя в принципе их диаметр был менее 12 миллиметров а Т-паз здесь как известно идет на 12 миллиметров то есть вот такого вида забоины может быть закусывание от предыдущих зажимов и так далее и тому подобное проявляют себя в этом Т-пазу а так вариант я думаю даже с проточкой просто отличный остается лишь сделать сюда гайку здесь шаг резьбы на скидку 1.25 в принципе штатная ТВ-шка это режет я думаю в будущем я буду использовать именно вот такие болты для прижимов а не изготавливать их заново давайте уже перейдем от скучной болтовни к делу для меня всегда было интересно а какую же точность выдает заводской станок так вот в данном случае мне предоставилась исключительная возможность это проверить я установил индикаторную стойку прижал ее к столику столик конечно имеет некоторые повреждения а сейчас я навелся на стрелку индикатора к сожалению микроподачи на данной стойке нет поэтому установить на ноль крайне сложно и теперь я плавно двигаю подачи смещаю стол в продольном направлении и можно видеть исходную так сказать точность станка нгф по крайней мере восьмидесятые годы пока их выпускали какая-то забойна стрелка вернулась на место вот винт уже почти уперся есть еще такой нюанс состояние клина я не проверял вот видите я сейчас нажимаю и спокойно расшатываю стол теперь давайте пройдем в обратном направлении хотя я сейчас еще не дошел до конца так вот здесь заканчивается резьба и так я сместил индикатор чуть-чуть на другую дорожку и пойдем в обратном направлении показывает одна сотка если вот так видите немножко обратно и возвращается если небрежно крутить подачу точность конечно же сбивается вот такие вот дела я конечно же производил замер далеко не в первый раз то есть в правой части получается в районе полутора двух соток завышения в левой части соответственно ноль примерно те же результаты получились на поперечном ходу только на поперечном ходу как вы понимаете измерить это намного сложнее раз разговор зашел так далеко что я начал проверять точность то придется расчехлить поверочную линейку как можно было видеть нулевого класса судя по паспорту так протер уже вторую сторону от консервационной смазки беру щуп в две сотки и тут уже можно посмотреть что же это такое заводской нгф смотрите визуально кажется что здесь есть некие зазоры но щуп две сотки не проходит нигде то есть внешняя поверхность стола очень даже неплохо самое неприятное в этом деле уронить новенькую поверочную линейку нулевого класса поэтому поперечку сможем замерить только лишь на небольшом участке чтобы мне избежать всяческих прижимов в этой линейке и так далее и тому подобное я положил поверочную линейку поперек буквально на глаз и сейчас попробую насколько это возможно подвигать поперечной подачей сейчас показывается число 30 вот смотрите стрелка отклонилась но при этом если я подам чуть-чуть назад тут же занимает свое место здесь либо какие-то непонятки с клином либо пришабренные поверхности на самом деле вообще не пришабрены то есть вот буквально чуть-чуть назад отвожу и все а при вращении валом столик почему-то приподнимает вот сейчас уже практически половину хода я прошел ход поперечки всего 100 миллиметров почти упёрся так же чуть-чуть назад и в данном случае похоже что дальше идет какой-то подъем хотя когда я измерял общая точность не превышала насколько помню трех соток примерно вот такое значение когда я доведу до конца то есть оно будет примерно такое же я конечно могу попробовать сейчас подвинуть линейку я даже положил сюда резец как противовес но держится она здесь очень плохо нет уже не держится да здесь уже точность будет посредственно но в общем если сравнить с той же точностью твшки тв7м у которой на шпиндере наблюдалось биение почти в десятку я довольно таки приятно удивлен точностью нгфа прямо вот так сказать из коробки то есть теоретически если его подогнать и подшабрить то он может быть даже еще точнее но на это нужно огромное количество времени так что тут еще стоит подумать вынужден признать что данное видео как и многие другие было бы абсолютно бесполезным если бы не было хотя бы тестового запуска а коли уж будет тестовый запуск то я поставил самую низшую передачу на коробке передач и частоту на частотнике практически минимальную на которой только при данных настройках работает этот двигатель в данном случае 12 герц и поставил индикатор на шпиндель в рамках этого тестового запуска мы еще и проверим биение шпинделя здесь я очередной раз был приятно удивлен общее биение составляет ну на глаз в районе полутора соток но биение шпинделя измеряется не в наружной ее части а примерно можно ее измерить вот таким вот жестким центром и сейчас я переставил индикатор на жесткий центр немного увеличу обороты вы это видите я думаю что это стоит посмотреть даже вот так в сравнении с тем же станком тв7м на котором я проверял тем же самым жестким центром биения шпинделя там оно составляло в районе 7,9 соток здесь же все выполнено довольно таки качественно разница в том что тв7м это станок уже где-то начало 2000-х годов вот примерно с таким качеством уже изготавливали станки после 2000-х годов но у меня на этом все если вам понравилось видео не забудьте его оценить если вам интересно дальнейшее продолжение развития событий с этим станком подписывайтесь на канал также можете оставить комментарий чтобы я видел что это видео кому-то было интересно все всем спасибо за просмотр до свидания